Здравствуйте. Не могли бы вы для начала прокомментировать матч в целом? Ну, что по матчу? Наверное, так ясно, что первый период мы, к сожалению, или проспали, или вышли не с тем настроем. Но остается факт, соперник забил быстрые голы, хотя мы отрицали первый гол быстро, но не хватило нам концентрации и понимания, что соперник играет мощно дома, что нужно делать. Короче, не разобрались. Во втором попытались привести игру в более правильное русло. Забили гол, создали моменты, но не реализовали их. Ну и в третьем периоде гол в меньшинстве и в концовке. Отсюда получился такой результат. То есть то, что у «Нефтехимика» четыре пропущенных гола за шесть бросков салавата, это вы, в первую очередь, с концентрацией связываете, так? А не с действиями вратаря? Ну, вы знаете, прежде всего, не нужно давать бросать сопернику. Тут все вышли не совсем готовы. Показалось сегодня, что «Нефтехимик» часто... Там были голы из добивания, были голы, когда свои игроки закрывали вратаря. Поэтому все закономерно. Оказалось, сегодня «Нефтехимик» часто старался бросать Тарасову верхом и сразу после входа в зону. Вы пытались сыграть на том, что неуверенно матч начал? Спасибо. Вы знаете, без бросков не бывает голов, это первое. Но где-то мы бросали, а где-то... А где-то, когда нужно было бросать, мы злоупотребляли лишние передачи или затягивали с броском. Поэтому это уже мастерство. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Вячеслав Геннадьевич, совсем недавно команду пополнил Макмилан. Когда он будет готов играть? Он еще не прибыл в расположение команды. Спасибо, вопросов у нас больше нет. Спасибо. К нам присоединяется главный тренер кокейного клуба «Славатюлайф» Томми Ласса. Томми, с победой вас и, если можно, комментарии по этому матчу. Спасибо, спасибо большое. Мы начали очень хорошо сегодня. Я думаю, что это было ключевое для победы. После этого, это было сложно продолжать. Второй был немного мягкий, но я думаю, что третий был очень сильный сегодня. Я очень рад, как мы играли сегодня. Голи Тарасов, отличный работ. Пеналтий, отличный работ. Пару плей, гол. Это было бы, что мы сегодня нужны для победы. Считаю, что мы сегодня превосходно сыграли в первом периоде. Возможно, даже это где-то повлияло на то, что второй период получился немножко такой сумбурный. Что касается третьего периода, мы сыграли весьма надежно. Сегодня ключевыми факторами стала, конечно, игра голдкипера. Наше большинство. И я считаю, что в меньшинстве сегодня достаточно уверенно мы действовали. И вот это слагаемый сегодняшний успех. Поэтому я удовлетворен нашей игрой сегодня. Владимир Бакулин, официальный сайт KHL. Томми, сегодня вы дали сыграть Тарасову в воротах. Скрынник в ближайшее время появится? Я не знаю. Мы посмотрим. В последние игры Метцелла играл очень хорошо. Сегодня Тарасов играл очень хорошо. Так что мы посмотрим. У нас есть несколько дней без игры. Так что у нас есть время для решения. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть несколько дней, чтобы принять решение. Что касается этого, Метцелла прекрасно играл. Сегодня хорошо себя провел Тарасов, поэтому мы подумаем. Томми, мы сегодня забили на первой же минуте. И достаточно быстрые голы получились. Команда вышла сегодня заряженная. На такого, ну, в общем, не самого принципиального соперника. Или просто где-то может быть элемент везения. Удачи вам. У нас есть четвертый план, как мы хотим играть в противнице. И это всегда зависит от того, как противника противника. И сегодня, например, на первом же игре, у нас было много места на блу-лайн. И мы использовали этот. И это всегда, как в последний момент, у нас есть реакция. Как они видят ситуацию, как они чувствуют. Но нет. Я думаю, сегодня все наши голы были очень хорошие. Сегодня считаю, что мы забили все шайбы достаточно хорошие. Вообще, это был наш план сегодня. Сыграть так, что от себя, от атаки. И посмотреть. Всегда зависит от того, как соперник защищается. Сегодня у нас было пространство, если говорить первые несколько шайб, которыми хоккеисты как раз-таки и сумели воспользоваться, чтобы отличиться. Так что, в принципе, сегодняшняя шайба – это, в первую очередь, наша игра. Впереди матч с более серьезным соперником. Насколько другую тактику будет Слават рассматривать на матч со Скаут по сравнению с Евтихимиком? Может быть, где-то более оборудительное? Я не знаю. У нас есть два дня, чтобы проверить Скау. Мы играли в одну неделю против Скау. Я думаю, что мы играли хорошо. Мы победили в оборудовании, но это было тяжелый гейм. Я думаю, что мы очень готовы, чтобы играть против Скау. Но я думаю, что нет смысла менять ничего, потому что мы победили сегодня шесть гейм. И противника только два. Я думаю, что если мы можем продолжить против Скау, это будет хорошо. Не думаю, что есть смысл что-то менять, в том плане, что сегодня он должен забить шесть голов, и поэтому, если он продолжит духи, мы сможем забить Скау. Что касается матча именно против команды Санкт-Петербурга, то мы до этого с ними встречались. Достаточно равная игра была, и все решилось в овертайме. Поэтому я думаю, что теперь мы вернулись домой, и мы, скажем так, голодны до этой игры, и посмотрим, как мы сыграем с питерской командой. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Томми, Алексеев, по контракту с Аллатомилами в любой момент может уехать за океаном. Держите ли этот вариант в уме и разговарите с руководством по этому поводу? Да, конечно. Конечно. Но мы не знаем, когда в Этсиле начнутся. И, по-моему, он хороший командир. Я бы хотел его оставить здесь. И наш менеджмент работает все время, и поговорим с его агентом. И мы увидим, что происходит. Наш менеджмент всегда работает, поэтому посмотрим, что будет дальше. Но, что касается персонального Алексеева, то он прекрасный защитник, который приносит нам много пользы. Поэтому еще непонятно, когда Энхайл начнет. Немножко здесь сложно момент прокомментировать. Родион Амиров вам доказал, что достойен в составе лучшего места 13-й форвард. Спасибо. О, добрый гол сегодня. Я думаю, что он вернулся очень хорошо. И это важно, что у нас есть игроков, которые могут победить. Это было очень хорошо для команды и Амиров. Я думаю, что сегодня забитый гол после травмы это очень хорошая и позитивная вещь, что и для Амирова, и для команды в том числе. Поэтому я думаю, что мы посмотрим, что будет дальше. Что касается Амирова, я рад за него. И он может играть чем лучше. Добрый вечер. Азамар Шалуков, Медиа Корсеть. Пять матчей Соловат не пропускает. Во-первых, расскажите, что улучшили. Во-вторых, вы начали после Евро-Туры часто использовать в Минишестве Манина за Гранлудом. Почему и как вам они нравятся? Мы были в том, что у нас есть много проблем в сезоне с пеналлитиками. И мы работали много. Конечно, мы работаем много с ПК. И один момент, я хотел бы рассказать больше оценки для разных игроков. И первый раз, когда я использовал Манинен и Гранлуд, это было против Дайна Москва. И я думаю, что мы имеем больше энергии. Но, в то же время, мы играем более патентно, и умнее. Это хорошо слово. Умнее. И это ключ для хороших результатов. И также для наших победителей. И все маленькие части работают лучше. Но я хотел бы рассказать о Гранлуде и Манинене. В первую очередь, я хотел разделить игровое время на льду. Что касается самой изменения игры в меньшинстве, у нас были проблемы при игре в меньшинстве. Мы над этим работали с начала сезона. И работа все еще продолжается. Но самое главное – это все слагаемые успехи, если говорить, какие-то кусочки, что команда стала умнее действовать именно в меньшинстве, спокойнее действовать в меньшинстве. Плюс еще одно из слагаемых успехов – это игра галкиперов. Галкиперов. Прокомментируйте, пожалуйста, дисциплину Гранлуда. И у него в этом соне достаточно необязательных удалений. Еще один вопрос последний. От меня. Да, я думаю, что это большая вещь, когда мы идем дальше, что мы должны играть умнее. Но о его пеналтиях, как сегодня. Он реально, реально хотел победить эту победу. Он скатил. И иногда, когда ты играешь с хорошими эмоциями, ты дай все для игры. И иногда это случилось. И мы должны научиться, мы должны сделать все лучше. Но я не волнуйся об этом. Не переживаю, что, как касается граунда конкретно сегодня, у него было огромное желание выигрывать каждое единоборство. Он много катался, бился за каждую шайбу. Иногда вот эта позитивная реакция на матч, она приводит к удалениям. Но самое главное, мы должны учиться на этих удалениях. И чем дальше будет идти сезон, мы в этих компонентах, мы должны быть умнее и меньше таких моментов совершать. Скажите, почему вы поставили Сошникова именно в звено к Картаеву и Башкирову? Насколько вы удовлетворены этой тройкой? Спасибо. Я вижу, что у нас есть баланс с тех, которые люди, и не только те три. Это как представитель, фигgerы мы имеем, на все четыре сезона. Мы должны создать им, кто может победить. Ти три. Я думаю, что у нас есть баланс, холд и допустимые энергии, холд и спешитые люди, Почему бы и нет, все эти три игрока, у них хорошее катание, они играют очень сбалансированно, если посмотреть в общем на игру, то как раз таки это и требуется от команды, чтобы она играла очень сбалансированно, именно вся команда, все четыре атакующих линии, все защитники. Олег Чернов, Субкор 02. Сегодня как-то минуем тему дня рождения, но вот видно, что у вас настроение хорошее. Скажите, вы с тренерами сегодня будете праздновать день рождения Салавата Юлаева и будете ли вы против, если игроки будут праздновать сегодня день рождения? Мы имеем профессионального команда, мы имеем профессиональные игроки, и мы верим на каждое, здесь, в Салавата Юлаево. Субкор 02. мы имеем большой игрок, это большой игрок для нас, это четвертый игрок, и мы имеем три победы, и СКАа идет здесь, так что я думаю, что прямо после игры мы начали подготовиться для игры. Я думаю, что сейчас сразу после игры мы начинаем готовиться уже к следующему матчу, у нас есть три победы подряд, и следующий соперник очень серьезный, поэтому здесь все профессионалы, что тренерский штаб, что игроки, поэтому я не думаю, что сейчас все будут мысли об этом, о праздновании победы, о праздновании рождения. Вопросы у нас закончились, спасибо огромное, Томми, thank you, good luck. Спасибо большое, до свидания. Нападающий Ильдар Шиксаддаров, нападающий Нижнекамского нефтехимика, к нам присоединяется, Ильдар, вы нас слышите? Да. Здравствуйте, ну и для начала, если можно, оценку в прошедшей игре. Не знаю, что сказать, оценка на табло, но неважно, начали матч, даже, не знаю, наверное, не вкатились в игру, особенно соперник здорово начал, мы не были готовы к такому началу. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Ильдар, ну вот все-таки вот первый период, почему вы провалили? Вот в чем причина видите первую? Я не знаю, в чем причина, наверное, в том, что где-то недо настроя, не знаю, как-то вроде готовились, все, настрой был нормальный, не знаю. Наверное, пропустили необязательные голы и все, уже с 1-4 уже после первого периода тяжело отыграться. Вроде бы 4-2 сделали, но что-то, видимо, немножко не хватило. Ильдар, ну вот эта недавняя победа, хорошая такая над Спартаком, 5-2 дома, может быть, она как-то расслабила команду? Да, я думаю, нет, наверное, она наоборот, мне кажется, наверное, может дала уверенность, да, вы правильно, возможно, сказали, что, возможно, расслабила нас. Ну а что поделать-то, видимо, опустили нас немножечко обратно на землю. Ильдар, спасибо, вопросов у нас больше нет, удачи дальше. Спасибо. Даниил Тарасов присоединился к нам, вратарь Хаткиного клуба Слава Ти Лаев. Даниил, слышите нас, да? Да-да. Ну, для начала, с победой, конечно же, и, если можно, оценку встречи. Да, спасибо. Да, сыграли хорошо, да, мы начали очень мощно, активно, забили свои моменты. Все-таки очень крупная дата, да, для нашего клуба, поэтому хотелось выиграть. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Отскажите о своей игре сегодня, по-моему, со второго или третьего броска вы гола нефтехимика пропустили, что там произошло? Да, обычный момент, да. Да, немного не доработали, получилось, что контратака дал наши ворота, получается, ну, не подворачил, да, команду. Вообще не рончили сегодня? Показалось, не уверенно начали матч, перед собой шайбу отпускали? Нет, чувствовал себя нормально, ребята помогли в каких-то моментах, друг к другу помогали, поэтому и какой-то дискомфорт никакого не было. А сам факт дня рождения клуба обсуждали? Да, перед игрой сказали, что большой день, да, для клуба, поэтому желательно, чтобы мы выиграли, и все эти ребята понимали, поэтому так мощно и хорошо начали игру, и продолжали в том же ключе. Олег Чернов, Сопкор 0-2. Как удалось характер сохранить в этом матче и быть спокойным, и делать такие хорошие сейвы, которые вы делали во втором, в третьем периоде? Психологически, как вот вы настраиваетесь? Потому что, ну, сложный матч, ответственность большая, и нефтимик достаточно много атаковал. Да, как бы особо об этом не думаешь, да, выходишь на игру, пытаешься получить удовольствие, да, и ребята где-то помогают, ты пытаешься помочь им, и от этого и складываются победы, да, команды. Как в команде встретили плакат, который болельщики подготовили? Да, все знают, что башкирские болельщики славятся такими перформансами, поэтому было приятно снова это увидеть. Алексей Гринов, московский комсомолец. Данил, ну, вот во втором периоде дважды пришлось спасать команду, выходы там два в один. Насколько после этих выходов вы с защитниками, скажем так, коммуницируете, высказываете, может быть, претензии за такие вот обрезы? Да, я не сказал бы, что какие-то были обрезы, да, случаются какие-то ошибки, как со стороны, с моей стороны, так и с их, мы помогаем друг другу, да, где-то. Также в начале были моменты, где я не точно дал защитникам, они помогли, доработали, вывели шайбу также, и они где-то ошиваются, ты должен помогать. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Данил, ну вот тяжело лично вам курсировать между Торосом и Салаватом, учитывая, что все-таки, ну, тактически по-другому немножко команды действуют, да, обороны по-другому действуют? Да, знаете, это, наверное, жизнь спортсмена, да, поэтому везде разные условия, и под них надо подстраиваться, под этому, поэтому ничего, сверхъестественно, да, все нормально. Еще один вопрос, последний, если можно, опять Олег Черновцев, вот, так как, ну, вы, наверное, хорошо разбираетесь в игроках Тороса, кто из защитников, на ваш взгляд, на ваш скромный взгляд, молодого вратаря, мог бы помочь Салаватой Лайв? Ну, это не в моей компетенции, наверное, давать какие-то оценочные суждения игроку, поэтому я воздержусь. Ну, хотя бы скажите тогда, кто вам лично. Я воздержу, Тороса. По надежности, кто вам лично нравится, Тороса. Коллеги, давайте вопросы по игре. Все? Да, Данил, спасибо огромное, удачи, с победой еще раз. Спасибо. Защитник Юлавцев Александр Алексеев с нами на связи. Саша, нас слышно, да? Да, все слышно, прекрасно. С вас с победой и оценку матча для начала. Спасибо большое. Ну, хороший матч получился. Сыграли свою игру, выполнили установку тренера, все как надо сделали. Создали моменты, хорошо в обороне сыграли и победа. Олег Чернов, Сукор 0-2. Скажите, пожалуйста, вот ваша шикарная игра, две шайбы сегодня. Вы больше хотели поздравить болельщиков или больше хотели уехать наконец-то за океан? Ну, ничего себе вопрос. Ну, блин, я на самом деле за океаном вообще, ну, об этом сейчас ничего не думаю. Я играю в Салават, я уже говорил. И неважно, как я сыграл, самое главное, победа команды. И, конечно, поздравляю этот хоккейный клуб с величайшей историей. И, да, поздравляю всех болельщиков с победой. Спасибо. Добрый вечер, Азумат Шелуков, Медиа Корсеть. Ну, опять же, Абенхейл с вами из Вашингтона связывались вообще? У них через неделю три лагеря начинаются. Спасибо. Да пока ничего не говорили, ничего не слышно. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Александр, ну вот в преддверии матча с АСКА как вообще с настроем? Реванш хочется взять? Ну, конечно. В Питере было такое обидное поражение. Считаю, надо следующую игру просто зубами ее выкусывать, выцапывать, там, пластаться под шею и побеждать. Тем более идем на ходу. Хорошо. Алексей Грюнов, Московский консоверс. Ну, Саша, немножко ушли после предыдущих матча в минусах, поэтому решили взять в свои руки, скажем так, игру и самому бы позабрасывать, немножко поправить статистику. Ну, блин, хоккей-игра такая, то туда, то сюда, непонятно. Сегодня так получилось, партнера вывели, там уже забить осталось все. Ну, это вот больше связано с тем, что соперник дал, там, ну, пространство или все-таки какие-то комбинации заработали? Ну, первые гулы, я считаю, раскатились хорошо, начали атаку в брос зоны, был шикарный. Сай на куге скинул и все. Подобрали шайбу, там я выкатился уже. По синей линии оставили одного. Кадей отдал, все. Гол, второй гол получился такой же, я там и со смены вроде бы выходил, подключился, там Петька нашел, все здорово отдал, я забил. Спасибо. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Ну, мы знаем вас как хорошего атакующего защитника, сегодня вы проявили, да, с хорошим броском, но в начале сезона как-то вы более скромно действовали в атаке, можно сказать, что потихоньку уже адаптировались и сами стали смелее бежать вперед и смелее бросать. Спасибо. Ну да, с каждой игрой все лучше и лучше становится, и начинаю чувствовать игру здесь, в КХЛ, и как, ну, тренера доверяют, говорят, что делать, я выполняю все. Вопрос. А Ламси, говорят, что он строит такой оборонительный, структурированный хоккей, нет никакого там запрета на то, чтобы постоянно активно вперед подключаться, потому что, ну, повышается риск обрезаться? Ну, что говорится, в раздевалке остается в раздевалке, а тренер хороший, и мы просто сегодня и вообще все время выполняем его установку, и игра складывается хорошо. Все, огромное спасибо, Саш. У нас вопросов больше нет еще раз победы. Спасибо.